Библейский портал экзегет.ру представляет Семь диаконов, то есть людей, которые будут заниматься Снабжением, распределением продовольствия среди неимущих Один из них особый духовный человек, исполненный верой Духа Святого Стефан проповедует Не только он этим занимается Обязанность его работы обеспечивает продовольствие для неимущих А его духовное призвание проповедь Христа Его арестовывают, тащат Верховный Совет в Синдрион Потому что он же против нас Тогда получается Синдрион себя загнал уже в угол Еще в пятой главе мы это читали Что противопоставляя себя христианам Члены этого самого Верховного Совета Неизбежно вынуждены принимать любой успех христиан Как свое поражение Значит репрессиями стараться его как-то предотвратить И они приводят лжесвидетели Те говорят, что Иисус собирался разрушить храм И изменить обычаи Вот такое восприятие Только ничего нового Не надо нам, у нас все свое У нас все хорошо Не трогайте Затем превосвященник спросил Стефана Это так? Стефан ответил Слушайте, длиннющая речь Зачем? Он мог сказать Ну да, так и есть Я этим горжусь Или да нет, что вы, это лжесвидетели Почему вместо этого он произносит речь Его обвиняют в том, что он, ну, еретик, говоря современным языком Изменяет отеческую религию А он начинает, ну, представьте себе Кого-то тащат в суд, в чем-то обвиняют, неважно в чем А человек начинает рассказывать, там, я не знаю, про призвание варягов Про историю Древней Руси Там, про правление Петра Первого Какое-то отношение имеет к тому, в чем его обвиняют сейчас Стефан вот ровно это и делает Давайте не будем торопиться Он читает им краткий курс священной истории Ветхого Завета Этому высшему Синодриону Как будто они какие-то, я не знаю, иностранцы Или, ну, не знаю, дети, которые еще этого не знают Им надо это объяснить Они, собственно, вот это их главное занятие Рассказывать эту священную историю всем Ее сохранять, да, память о ней передавать А он им читает лекцию Странная идея Но на самом деле нет Стефан ответил Братья и сестры, выслушайте меня Бог славы явился нашему правотцу Аврааму Когда он еще жил в Месопотамии До того, как он поселился в Харране Это краткий пересказ, естественно Сначала Бытия, потом некоторых других книг Оставь свою страну и своих родственников Сказал он ему, иди в землю, которую я тебе укажу Авраам покинул землю Халдеев и поселился в Харране То есть, с чего начинается наша вера, говорит он Наш родной иудаизм, наша религия Древнего Израиля Из того, что Бог сказал Аврааму, бросай все, иди за мной И тот пошел А не с того, что давайте мы сохранять свои традиции, обычаи, устои, обряды Ничего никогда не менять Абсолютно нет Авраам покинул страну Халдеев, поселился в Харране Оттуда, после смерти его отца, Бог переселил Авраама в эту страну В которой вы сейчас живете Он не дал ему здесь никакого наследия Не дал даже земли на ширину ступни Но Бог обещал дать эту землю во владение ему и его семени Хотя в то время у Авраама не было ребенка То есть, смотрите, и наша вера, она не про то, что мы сейчас Богу что-то такое прекрасное сделаем А он нам все сразу даст Нет, она про ожидание будущих благ Бог говорил ему Твои потомки будут странниками в чужой стране Они будут обращены в рабство и будут терпеть зло 400 лет Но я накажу народ, поработивший их, сказал Бог И тогда они выйдут оттуда и будут служить мне на этом месте Затем он дал Аврааму обет обрезания А не сразу, да, обрезание пришло в какой-то момент Авраам стал отцом Исаака и обрезал его на восьмой день после рождения То есть, только второй патриарх был обрезан, как сейчас принято, говорит он Исаак же стал отцом Иакова, Иаков XII патриарх Патриархи из завистика Иосифа продали его в Египет Зачем здесь это, вот эта мелкая семейная сцена, свара Вот Иосифа продают братья Вот смотрите, священная история, это не история триумфов и успехов, да То они рабы в Египте, то братья продают родного брата в рабство Безобразие какое Это какая-то очень сложная, местами грязная человеческая история Из которой все равно рождается исполнение завета данного еще Аврааму Не думайте, что наша с вами вера, говорит Стефан, этим людям Это вот такое, сложили ручки, помолились, все от Бога получили Сказали спасибо, пошли отдыхать Нет, это сложное, драматическое, порой трагическое действие Где не все люди действуют правильно, не все люди благочестивы Где не все дается сразу Но так интереснее Есть о чем рассказать Патриархи и зависти к Иосифу продали его в Египет Патриархи, то есть его братья, родоначальники Двенадцати колен Но Бог был с ним и избавил его от всех бед Он дал Иосифу мудрость и помог ему заслужить расположение фараона, царя Египта Заодно напоминание, что как бы люди не были жестоки со своими собратьями Все равно Бог важнее, Бог может защитить Его же собираются казнить, вообще-то его обвиняют в том, за что смертная казнь положена Тот фараон сделал Иосифа правителем всего Египта и всего своего дома Затем во всем Египте и в Ханаане начался голод и великое бедствие Наши праотцы не могли найти пищи Наверное, есть какая-то связь между этим и тем, как они себя вели перед этим Когда Иаков услышал о том, что в Египте есть зерно, он послал туда наших праотцев в первый раз Когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся своим братьям И фараон узнал о родственниках Иосифа После этого Иосиф послал за своим отцом Иаковым и за всеми своими родственниками Которых насчитывалось 75 человек Иаков пришел в Египет, где умерли он и наши праотцы Тела их были перенесены в Сихем и положены в могильную пещеру Которую Авраам купил за серебро у сыновей Мора в Сихеме Все это пересказ книги Бытия Ну и, соответственно, вот как сложно развивается священная история Вспомните эти эпизоды Ведь параллели есть и сейчас Предательство, зависть, вражда, покровительство Бога Будущие обещания, которые не сразу сбываются По мере того, как приближалось время исполнения обещаний, данных Богу Аврааму Возрастала численность нашего народа в Египте Так продолжалось, пока в Египте не начал править другой царь Который ничего не знал об Иосифе Он притеснял наших предков, действуя с коварством против нашего народа Он заставлял их выбрасывать новорожденных младенцев, чтобы те умирали Вот опять тема казни В это время родился Моисей, прекрасный перед Богом Должны были его казнить, между прочим, еще даже младенцы Но нет Три месяца его вскармливали в отцовском доме А когда вынуждены были расстаться с ним Его подобрала дочь фараона и воспитала как своего собственного сына Вот не думайте, что только Иудея всегда действует от имени Бога Дочь фараона, египетского царя, исполнила Божий замысел Когда некому было больше его исполнить Моисей был научен всей египетской мудростью Он был силен и в слове, и в деле Когда ему было 40 лет, он решил навестить своих братьев-израильтян Увидев, что одного из них обижает египтянин, Моисей Он вступился и отомстил, убив обидчика Моисей думал, что его братья поймут, что Бог через него дает им избавление Но они не поняли Вот тоже хорошая параллель, трагическое непонимание Моисей пришел дать им свободу, а они не хотят Они думают, а пусть все будет как по-старому Хотя плохо, трудно, но как-то привыкли мы уже, что делать На следующий день Моисей увидел, как двое израильтян дерутся Он попытался помирить их Вы же братья, говорил он, зачем вы обижаете друг друга Тогда обидчик, оттолкнув Моисея, сказал Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Или ты хочешь убить и меня, как вчера убил египтянина? Услышав такие слова, Моисей бежал и поселился в Мадиамской земле, как чужая земля Там у него родилось два сына Отвержение, свои отвергли Бежит к чужакам С христианством будет похожая история Свои отвергнут И проповедь пойдет уже к иноплеменникам Через сорок лет Моисею явился ангел в пламени горячего тернового куста в пустыне Как все неспешно, да? Как-то все разворачивается постепенно Недалеко от горы Сина Это, конечно, уже история исхода Моисей был поражен, когда это увидел Он подошел поближе, чтобы лучше рассмотреть и услышал голос Господа Я Бог твоих отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова Вот смотрите, откровение разворачивается во времени Не все сразу дается Люди становятся участниками этой истории Они удивляются сами Они, может быть, не всегда принимают это провозвестие Моисей дрожал от страха и не решался поднять глаз Господь сказал ему Сними твою обувь, потому что место, на котором ты стоишь, святая земля Я увидел угнетение моего народа в Египте И услышал их стоны Я сошел освободить их А теперь иди, я пошлю тебя в Египет Вот тоже и страх, и робость, и неготовность, и миссия Вот это все повторяется Это все в истории Стефана, так или иначе В истории первых христиан В каком-то новом качестве, в новых сочетаниях Того самого Моисея, которого они отвергли О котором говорили Кто поставил себя начальником и судьей Бог посылал теперь, как вождя и избавителя, через ангела Который велся ему в терновом кусте Тоже параллель прямая Вы отвергаете христиан Вы считаете их никчемными Но Бог посылает их Моисей вывел их из Египта Совершая чудеса и знамени в Египте У Красного моря и в пустыне на протяжении сорока лет Этот же самый Моисей сказал израильтянам Бог поставит вам пророка из ваших же братьев Как поставил меня? Он, Моисей, тот самый человек Который был с народом Израиля, собранным в пустыне Он был там с ангелом Который говорил с ним на горе Синаи С нашими предками Он принял живые слова, чтобы передать их нам Наши предки, однако, отказались повиноваться ему Но отвергли его и захотели вернуться в Египет И снова все повторяется Не принимают вести Они сказали Аарону Сделай нам богов, которые пойдут перед нами Потому что мы не знаем, что приключилось с этим Моисеем Который вывел нас из Египта Все дня они сделали золотого тельца Принесли этому идолу жертву и радовались делу своих рук Бог же отвернулся от них Оставил их поклоняться небесным телам Ну, языческим богам Которые понимались как планеты, звезды Как об этом написано в книге пророков Переносили ли вы мне закланий и жертвы В течение сорока лет в пустыню, дом Израиля Вы взяли с собой шатер Молоха Звезду вашего бога Ремфана Имеется в виду языческие божества Которым они явно поклонялись в те времена Изображение, которое вы сделали для поклонения Поэтому я переселю вас дальше Вавилона Это из книги пророка Амоса, цитата У наших отцов в пустыне была скиния свидетельства Сделанное согласно указаниям, которые Бог дал Моисею По образцу, который увидел Моисей Получив эту скинию, наши отцы Под предводительством Иисуса Новина Внесли ее во владение народов Которых Бог изгнал перед ними И так было до времени царства Недавида Который был любим Богом И просил у него позволения найти жилище для Бога Иакова То есть вот скиния сменяется храмом И вера, оставаясь самой собой Тем не менее, находят новые формы Что же вы удивляете, что сегодня Она тоже находит нечто новое Однако дом ему построил Соломон Но Всевышний не живет в домах, построенных людьми Пророк говорит об этом Небеса, престол мой И земля под ножьи ног моих Какой вы можете построить мне дом, говорит Господь Где может быть место для отдыха мне Разве не моей рукой все сотворено Из книги Исаии То есть смотрите Вы говорите храм, храм, храм Вот ни в коем случае ничего не делайте А то храм будет разрушен Было время, не было храма Не было скинии Был Бог с Авраамом Был Бог с Моисеем Еще ничего не было Потом построили скинию Потом построили храм Вот сейчас приходит время чего-то нового Шаг дальше, выше А вы вцепились в этот храм Вы думаете, что самое главное Это вот хранить его покой Нет Вы упрямый народ С необрезанным сердцем и ушами Звучит, конечно, жутковато Но имеется в виду, что обрезание они сделали Над ними сделали в младенчестве А вот их слух и их чувства Уши и сердца остались не для Бога Обрезание ведь это принцип Вот какой маленький внешний знак Что человек посвящен Богу Вы всегда идете против Святого Духа Как и ваши отцы Кого из пророков ваши отцы не преследовали Они убили тех, кто предсказывал предшествие праведного Предателем и убийцами, которого стали теперь И вы Обращается к Верховному Совету Явная провокация Приняв закон, переданный вам через ангелов Вы не соблюли его Все продолжается Снова вот это отвержение Непринятие Вот снова Израиль не узнает своего посещения Как они среагируют? Чего ждал Стефан? Что не скажут? Да, конечно, молодец Мы теперь тебя выслушали Теперь мы все сами примем христианство Ну да Зачем он идет на эту конфронтацию? Вот для него предельно важно сказать правду Пусть даже в самой резкой форме Услышав это, они пришли в ярость и начали скрежетать зубами от злости на Стефана Стефан же, исполненный святого духа, поднял глаза к небу и увидел славу Божию Иисуса, стоящего по правую руку от Бога Смотрите, сказал он, я вижу открытые небеса и сына человеческого, стоящего по правую руку от Бога Тогда они, заткнув уши, с громким криком бросились на него Они выволокли Стефана за пределы города То есть уже никакого суда нету Уже просто вот начинается линчевание, такая толпа Вот сидят эти сановники, священники, духовные лидеры И все, они превратились в озверевшую толпу Они выволокли Стефана за пределы города и стали бросать в него камни То есть они даже без формального приговора его казнят Свидетели обвинения оставили свои плащи у ног молодого человека по имени Савл Но здесь, что интересно, свидетели обвинения по правилам того времени кидали первые камни То есть должны были приобщиться к казням Потому что по их же словам казнят человека Вот все нормы правосудия забыли, но это вспомнили Ну и как, пока они там кидают камни, надо же освободить руки, да Плащи скинули, а вдруг их украдут Ну, иди сюда, парень, посторожи Молодой человек по имени Савл в дальнейшем сыграет большую роль в повествовании И станет главным героем книги А пока он просто паренек, который мимо проходил Ну, наверное, не просто мимо проходил Наверное, он пришел на казнь посмотреть Но пока его роль очень невелика Он, комедийная даже такая сцена Он сторожит одежду старших товарищей Его даже не допускают до процесса побиения камнями Для него, конечно, это лучше в итоге Но пока что его всерьез не воспринимают Когда они бросали в Стефана камни, Стефан молился Господь Иисус, прими дух мой Потом он пал на колени и громко сказал Господи, не наказывай их за этот грех С этими словами он умер Это история первого мученичества, которую мы читаем в Новом Завете Причем, видите, убивают свои, убивают бессудно Убивают после пламенной проповеди, но в то же время провокационной Зачем здесь описано, что пришел Савл? Ну, какая разница, кто сторожил одежду? Мне кажется, это еще история о том, что свидетельство подвига христианского Оно иногда работает не сразу, иногда в сочетании с другими факторами Это первый случай, когда убили мученика И Савл был свидетелем этой казни И, видимо, оценил степень убежденности христиан Он не стал христианином сразу в этот момент Но он о чем-то задумался Может быть, это тоже принесло свои плоды Мы часто не знаем наши слова, действия, события, которые происходят Насколько они меняют людей вокруг нас Иногда эти перемены становятся видны только на длинной дистанции С Савлом именно так и будет Продолжение следует...